запись всем доброго вечера погромче не нужно да нормально всем доброго вечера хорошего вам четверга сегодняшняя наша тема это актуальный рекрутинг а именно я хочу рассказать особенно новичкам и тем партнером кто еще не начал рекрутировать а как же подготовить себя к рекрутингу то есть это самые азы это самое начало да это вот именно ответ на вопрос тем партнером которые не знают с чего начать да бывают разные партнеры кто-то сразу же начинает звать теплый там сломя голову да кто-то не знает что и как делать так вот я сегодня по максимуму доступна дамы пытаюсь вам рассказать с чего же нужно начинать и как выходить в рекрутинг кто меня не знает меня зовут лилия сабирова я из города тюмени так поехали вообще цель рекрутирования да даже бывают вопросы да что такое рекрутирование вообще рекрутирование это у нас поиск партнеров и приглашение партнеров на бизнес то есть как раз на слайде да написано подбор партнеров герузеля поздравляем подбор партнеров команду далее это создать команду едим единомышленников да из которых дальнейшем будете формировать команду предпринимателей получать доход то есть все мы понимаем что у нас интернет магазин и для того чтобы этот интернет магазин приносил доход развивался до наша организация росла многие еще не понимают этого но я надеюсь сегодня донесу это да что интернет магазин нужно пополнять лояльными покупателями и бизнес партнерами наша цель в основном конечно же это приглашать людей на бизнес да из этих людей мы создаем команду единомышленников из которых в дальнейшем мы формируем уже команду предпринимателей получаем доход то есть возьмем пример да вот друзья гималедина у нас золотой директор и у нее уже есть большая большая команда едет единомышленников да вот этот чат наша команда видели сколько нас там и уже есть небольшая команда предпринимателей вот и она получает доход и наша цель да а чтобы этих предпринимателей нашей команде было много много директоров для этого нужно рекрутировать и приглашать на бизнес инструментов очень много то есть мы текстом но здесь вот да а чисто вот перечисляю инструменты которые можно будет разобрать каждый да это текстом мы зовем в социальных сетях это мы пользуемся блогами вот но это раньше было у нас очень актуально мы создавали блоги но это что-то вроде сайтов да только мы сами их создавали давали новичку о и кандидату данное ознакомление о бизнесе до информации это сайты рекрутинговые это skype собеседование также да кто-то кто из зоны комфорта сразу выходят те могут собеседование с кандидатами проводить через skype да сразу же тет-а-тет через видео общение ну и либо аудио также крутые инструменты это профили социальных сетях это наши аккаунты вконтакте facebook одноклассники instagram друг вокруг и другие но тут друг вокруг это раньше была тоже сеть мы тоже там работали я не знаю съесть это социальная сеть или нет ну как пример до социальных сетей у нас сейчас очень много голосом да мы можем также рекрутировать голосом голосовыми сообщениями как вконтакте атаки ватсапе в telegram вайбер то есть есть где развернуться также мы показываем при рекрутировании видео презентации вебинары приглашения то есть это стиль жизни нашей наших партнеров до наших лидеров вот как раз таки а значит первый урок у нас был получается когда во вторник в понедельник до поставил пугать вот в понедельник до либо во вторник грузеля проводила о сути бизнеса да а нам обучение как раз таки именно понедельник да я уже запуталась в днях именно вот эту запись вы можете спокойно при рекрутировании этой записью пользоваться я раньше я работал и работаю холодным с холодными контактами и я очень часто показывала именно вот такие вот вебинары приглашения до стиле жизни это очень классный инструмент на самом деле да вот эта видеопрезентация то есть а способов очень много на самом деле но это я так в общих до слова обязательно перед тем как а мы выходим в рекрутинг нам нужно 9 бронежилет что это значит а это работа это работа непростая да но опять таки это не мешки таскать не шахты рыть не я не знаю там не грузчиком работать да но все таки вы встретите тысячи возражений на своем пути к этому нужно быть готовыми а вот что такое бронежилет это умение отвечать на возражение и понимать что это нормально возражать люди будут всегда а это это психология это но человек он и есть человек вы даже сами да а может быть когда вас приглашали вы сами возражали и много возражали но редко когда люди сразу же соглашаются и говорят что все да я готова попробовать себя в этом бизнесе так вот любые люди любой человек естественно будет возражать у него есть тараканы свои в голове а у него есть свои свои какие-то сомнения да к этому нужно быть готовыми и это нормально в нашей работе это это нормально более чем поэтому вот прям одеваете бронежилет да и не принимаете вообще близко к сердцу вот эти возражения нужно уметь их отфутболивать да уметьте на них отвечать на эту тему будет отдельный вебинар также в мы очень часто в чат и до скидываем шаблоны и книги бухтярова нужно до прочитать там тоже очень классно все описано как отвечать на возражение но перед тем как выходить на рекрутинг а вот эту тему ответы на возражение нужно обязательно обязательно изучить и понимать а как мы будем отвечать на эти возражения возражения они все одинаковые в один раз прочитайте и будете знать также у кого есть телеграмм в телеграме обязательно у нас есть каналы различные где на каждое возражение есть ответ абсолютно на каждое поэтому почему говорю телеграмм устанавливать все потому что там очень много классных каналов которые вам помогут и если вы еще не установили телеграмм обязательно постарайтесь потому что сейчас говорят что уже телеграмм хорошо работает ну то есть проблем нету помните свою цель да при рекрутинге и возражение и глупости от кандидата не должны сбивать вас пути есть таки кандидаты которые говорят ну всякую муть всякую глупость ну вообще бывает ну бред да могут оскорбить могут еще что-то сказать либо ну что-то неприятное это не нужно на свой счет принимать это это нормально и это не должно вас сбивать пути ни в коем случае вы должны понимать что не все люди на таком же уровне понимания идеи да не все готовы поменять свою жизнь не не все готовы действовать большинство большинство людей устраивает их положение да они не хотят из зоны комфорта выходить им вот нравится приходить после работы смотреть телевизор они всю жизнь то готовы так и делать пока не прижмет вот пока кредиты не не спасибо не дирай пока кредиты не начнут вот по голове долубить пока привет русь спасибо пока не начнется вот не прижмет их дам то они не начнут ничего менять своей жизни сейчас я попробую убавить звук так нормально убавила чуть-чуть вот поэтому это нужно понимать на самом деле на каждого есть свои ключевые партнеры просто их нужно найти вот и у нас кто активно вышел в рекруда это те люди которые уже поняли суть бизнеса да и уже поняли какие возможности нам дает компания вот но такие то есть но на каждого человека да на каждого партнера есть своя ключевая команда поэтому мы просто роем до в песке в земле и ищем своих бриллиантов да но как бы нужно понимать что нам нужны учителя нам нужны водители врачи и так далее не все готовы да полностью вот так вот резко поменять жизнь как мы но такие люди есть поверьте поэтому ищем да рекрутируем и ничего не боимся никаких возражений никаких глупостей какие нам могут бросать кандидаты и опять таки вот красным написано да главное уметь работать с возражениями и будет отдельный веб и есть в телеграме у нас ответы да мы каналы бросали и что необходимо делать да на первом этапе конечно же нужно учиться делать личный товарооборот наоборот это очень важно да это это основа основ конечно же нашего бизнеса потому что мы не где-то там мы не в какой-то там финансовой пирамиде мы где что-то люди я не знаю делают непонятно вкладывать свои денежки да собери тысячу отказов стань директором все верно правильно она говорит вот и у нас интернет магазин да и мы понимаем что нужно научиться делать личный товарооборот и также наша команда научится этому посещать вебинары и планерки обязательно нужно а вот даже сейчас да на планерке ну не вся команда далеко не вся я надеюсь что в записи хотя бы люди смотрят да партнеры кому все таки хочется заработать деньги поэтому хотите зарабатывать деньги хотите чтобы ваша организация росла посещайте вебинары и планерки хоть какая тема но спикеры разные всегда доводят до людей до партнеров идею по-своему читать и задавать вопросы в чате и получать информацию оттуда для чего мы добавляем вас в чат не просто так потусоваться да не просто так посидеть помолчать если вы пришли реально за деньгами если у вас реально есть цель пожалуйста задавайте вопросы в чате получать информацию получайте ответы на ваши вопросы будет вам счастье просто так молчать как бы я не вижу смысла да если если уж вы взяли свою судьбу да в свои руки вы хотите что-то изменить пожалуйста вам чат и никогда никого не стесняйтесь мы все большая семья и все друг другу ответим на любые вопросы вот и быть на связи со спонсором естественно с менеджером с директором да но если спонсор не на связи бывает такое что спонсоры перестают работать что-то у них случается не знаю ребенок заболел еще что-то пожалуйста вас есть высшестоящий менеджер у вас есть директора по структуре отпращайтесь к ним с удовольствием все вам помогут и учиться рекрутировать это сто процентов вашего времени ну как сто процентов ну больше процент конечно же ну до уровня директора надо вот по максимуму конечно же рекрутировать да потому что наша цель минимум это директор но на уровне директора рекрут конечно же не прекращается просто там немного другие уже ну как сказать задачи и цели да и обязанности но все-таки рекрут он будет нас сопровождать всегда и когда вы уже найдете свой метод рекрутинга свой любимый который у вас работает уже рекрут не составит никакого труда для вас и нужно помнить о важности трех действий да и выполнять их регулярно обязательно это научиться но нужно научиться находить и воспринимать информацию да то есть тут о самообучении тоже хотелось бы сказать да то есть как бы вы можете такое найти что спонсор вам допустим не дал и не знал поэтому самообучайтесь это ну вообще я балдею тех партнеров которые самообучают что-то ищут потом в чат и бросают мы обалдеваем просто что такая информация классная и мы говорим спасибо за это делитесь с информацией своей команды опять-таки нужно научиться приглашать новых бизнес-партнеров цель наша да это один новичок в день то есть это одна регистрация в день и научиться сдавать lto не менее 150 баллов ну потому что 150 баллов очень выгодно делать это вебинар предыдущего тема предыдущего вебинара да все уже поняли что 150 баллов это просто ну это мега выгодно и я не знаю я с первого каталога вру со второго каталога своей деятельности до меня целый каталог доходило что такое 150 баллов я делаю и никогда не прекращу потому что это мега выгодно но это и быстрый рост естественно итак рекрутирование у нас делится на теплый рынок да рекрутинг по теплому рынку и по холодному рынку сегодня я наверное скорее всего больше по теплому пройдусь да по холодному рынку я проведу вебинар на днях может на следующей неделе да вот сейчас в целом да теплый холодный теплые это знакомые это те люди которые вас знают в лицо хотя бы раз вы с ними знакомы виделись да знают по имени вот это уже теплый холодные это те люди которые с вами не знакомы это ну вообще даже не виделись ни разу то есть как строим свои группы дома в свободное время то есть мы никуда не бегаем никого не уговариваем ну как оффлайн методы у нас особо не не идут да мы онлайн проект и поэтому как бы в основном дома в поезде я не знаю в машине когда есть время когда в очереди стоим на почте например я стою в очереди на почте я могу порекрутировать или посопровождать ну то есть в свободное время да либо там размещаем рекламу да на своих социальных сетях о возможностях компании естественно пишем посты для привлечения как теплого рынка так и холодного то есть вконтакте одноклассники фейсбук и так далее это доски объявления это у нас вконтакте в основном есть доски объявлений да там можем рекламу выставить шаблоны также у нас есть в группах в прорыв к успеху и бизнес сеть кстати никогда не игнорируйте эти группы потому что мы вас ну не просто так просим да туда подать заявку и вступить там в в темах очень много всего интересного полистайте посмотрите там много шаблонов как объявлений как так и презентации очень много да то есть в группе бизнес сеть там есть прямо как девчонки презентуют наш бизнес можете себе взять на вооружение теплые контакты с партнерами ну вообще всегда предлагаю начинать с теплых контактов работы то есть с партнерами с теплого круга рост всегда будет быстрее а группа надежнее и стабильнее но это факт это проверено потому что теплый круг вам доверяют теплый круг уже налажен контакт да уже вы общаетесь хорошо вам легче до них донести какую-то мысль ну и в принципе да вы можете спокойно созвониться без всякого там нервоза там переживания своему теплому кругу и объяснить в чем суть и что нужно делать поэтому всегда начинаем рекрутировать именно своих теплых контактов и подытожим теплый рынок наши знакомые холодный рынок в социальных сетях мы их ищем доски объявления допустим я только с холодным рынком общалась рекрутировала их до уровня старшего менеджера вышла только на холодном рынке то есть в социальной сети вконтакте и обязательно обрабатываем статистику статистика да ну это примерные такие цифры но в принципе они ну так и есть да то есть живое общение это 10 контактов 5-9 регистрации ну это в плане вот в живое общение когда вот допустим оффлайн где-то встретились кафешки презентовали или еще где-то в офисе да если это переписка 10 контактов ну просто переписка в социальной сети то это 1-2 регистрации да будет и вот из 10 регистраций 2-4 рекрута то есть это 2-4 человека которые оформили заказ и из 100 регистраций это уже 1-2 директора то есть 100 регистраций личных будет да плотное сопровождение обучение тому чему тому чему как там ну в общем тому что вы умеете сами да этому обучаете и 100 регистраций у вас будет в первой линии 1-2 директора уже уже организация с предпринимателями вот и вообще директор это примерно 20 ключевых партнеров то есть ключевой партнер это кто да это тот кто рекрутирует это тот кто обучается это тот кто ежедневно на связи сам или сама задает вопросы не надо там не вытянуть из ключевого партнера не нужно ничего вытягивать ключевой партнер сам задает вопросы вот у меня есть Ирина допустим вот она вот прям каждый день задает вопросы вот вообще любые и она вообще не стесняется что у нее там какой-то не тот вопрос будет она прям в лоб вот это ключевой партнер да это качество ключевого партнера делает личный товарооборот то есть понимает, для чего личный товар оборот нужен, пытается организовать его, не важно как, не важно как, какими способами, потому что мы же тоже учим, как ЛТО делать, да, вот, но он делает, он знает, зачем ему это нужно, и какие выгоды, да, вообще, и как круто делать ЛТО в своем личном интернет-магазине. На себя берет инициативу, выдвигает какие-то мысли, выдвигает какие-то, а давай вот так сделаем, а давай вот так сделаем, может вот это сделаем, да, идеи, мысли, они держат все в себе, если что-то придумал, обязательно проговаривать, решаем вместе, да, как это запустить. Работает по системе директора, ну, естественно, нужно прислушиваться, да, ну, как бы, конечно, каждый ключевой партнер, он вправе свою систему выработать, это даже очень круто, но в целом, да, поначалу там по системе директора, а там уже, как бы, каждая идея обсуждается и в работу внедряется, это тоже очень круто. И обязательно отрабатываем статистику больших чисел, да, вот смотрите, меня удивляет, как бы, бывает такая ситуация, говорят, у меня не получается рекрутировать, ко мне не идут. Вот недавно такая ситуация, да, очень приветствуется команде активность, если даже вот в чате сразу видно ключевого партнера, кто вот активно что-то спрашивает, задает, что-то пишет, там, я не знаю, ну, постоянно его видно, но явно ключевой партнер, явно лидер, да, и с такими людьми мы как раз таки работаем, да, то есть с такими людьми хочется строить бизнес, и к нему же такие же люди будут подтягиваться, вот, говорят, у меня не получается рекрутировать, это, наверное, не мое, ко мне люди не идут, и я задала вопрос, это буквально недавно было, я говорю, а сколько ты человек пригласила к партнеру, уже несколько каталогов зарегистрировали, он говорит, 8, или 7, или 8, я говорю, и все, и все, ребят, ну, какие 8 человек, ну, понятно же, что 8, это просто потеря времени, даже можно было не тратить время на восьмерых, тут у нас работают только большие числа, чем больше мы охватываем аудиторию, тем больше у нас собеседований, мы запускаем этот процесс, и каждый день у нас диалоги, собеседования, диалоги, мы с одним партнером, с одним, ой, кандидатом можем неделю общаться, да, и через неделю он только может зарегистрироваться, но мы же не будем с одним кандидатом целую неделю общаться правильно, потому что он не сразу отвечает, потому что у него огород, потому что у него дети, естественно, у нас это общение вот так вот на неделю растягивается, но мы же не будем на нем на одном зацикливаться, нам нужно еще, еще переписки, еще контакты, еще диалоги, да, и вот когда их много, тогда у вас будут регистрации, вот и все, тут работает только статистика больших чисел. Не отказывайтесь от проведения вебов, да, не отказывайтесь от проведения вебов, ну, это отдельная, ладно, тема. Так, а задумайтесь вообще, сколько вам нужно ключевых еще партнеров, да, ну, сколько вам нужно, если вот 100 регистраций, это 1-2 директора, да, директора, это 20 ключевых партнеров, вот посмотрите, посмотрите по цифрам, да, вот сколько вам нужно порекрутировать для того, чтобы у вас было нужное количество ключевых партнеров, и рекрутируйте до тех пор, пока вы не наберете этих ключевых партнеров, которые не будут подходить по все, которые будут подходить вот под все параметры. Это может быть как-то там нереально звучит, или как-то типа вот там, это же сколько надо, это же много, это не все такие, там, станут ключевыми партнерами. Но это неправда, я тоже так думала, на самом деле, оно как-то само собой получается, когда ты рекрутируешь систематично и каждый день, и у тебя есть регистрации, все равно ключевые партнеры, они выстреливают, и ты даже там, где ты не думал, они выстрелят, поэтому ищите, и будет все отлично. Главное рекрутировать массово. Вот по поводу теплого рынка, да, где их взять, эти контакты? Это друзья в социальных сетях, это контакты на телефоне, это список знакомых, да, может в социальных сетях они не сидят, но они не сидят в вайбере, в ватсапе, в телеграме, это тоже нормально, да, ну как бы многие не сидят в контакте, и как бы не хочется в одноклассниках, да, и вспоминайте всех знакомых за все время, это садик, школа, техникум, институт, работы, на свадьбе гуляли, рожали вместе, учились там вместе декретницы, да, на улице гуляете вместе, соседи, родственники и так далее. Вот рекрутируем всегда и везде, и вот по поводу рекрутируем всегда и везде, это вот прям, ну это реально вот мой призыв к вам. Опять-таки приведу пример, я лежала в больнице, ну в неподвижном состоянии, две недели, и через мою палату проходило очень много пациентов, которых выписывали после операции через 2-3 дня, ну так как у меня это долго, ну как бы сложная операция была, я две недели, в общем очень много женщин прошло через мою палату, и вот, ну я лежу, а что мне делать, как бы интернет там плохо работал, я рекрутировала. Я зарекрутировала одного бизнес-партнера, девчонки помогли зарегистрировать, значит, одного постоянного покупателя себе, да, то есть для личного товара оборота, дальше я ее уже, ну, заколебалась ей таскать в заказы, сказала регистрируйся, она сказала, да, давай, вот, то есть зарекрутировала себе лояльного покупателя в свой личный кабинет, личный интернет-магазин, и зарекрутировала просто покупателя, да, клиента. И плюс ко всему, хирургу своему, которому, девушка молодая, которая за мной ухаживала, так скажем, смотрела, я подарила ей в конце пакетик счастья с бестселлерами, ну, с подарочком, там, тушь 5 в 1, еще что-то и каталог положила, и она тоже стала моим постоянным покупателем. Не стесняйтесь этого, ну, вот я, допустим, ну, счастлива была, что вот таких людей нашла в больнице, вот, а вы можете рекрутировать там, где хотите, гуляете с песочницей, с подружкой, с соседкой, раз, заболтались, или, как я сделала, тоже мы гуляли с девочкой на улице, соседка, а я говорю, а давай вместе гулять всегда, она говорит, давай, и я говорю, а давай я тебя сразу в ВКонтакте добавлю, и ты меня. И мы, значит, друг дружке вот так вот с телефонами стали, я ее нашла, она меня нашла, она пишет, у тебя столько друзей, 3000, это говорит, как это, зачем, я говорю, а я, говорю, сетевого маркетинга, и все, разговор пошел, вот, вот таким вот образом, это на самом деле нетрудно. И обязательно не решаем за человека, да, то есть, когда мы думаем перед тем, как позвать кого-то, мы начинаем думать, так, значит, у нее трое детей, она не будет, она, значит, у нее времени не будет, неправда, наш старший менеджер Динара Мирхедара, у нее трое детей, а бриллиантовый директор Айгуль Харисова, у нее трое детей, и таких примеров куча, трое детей, это наоборот мотивация для человека, для женщины, чтобы все эти трое детей ни в чем себе не отказывали, да, или вы можете подумать, что у нее муж такой богат, и он ее так обеспечивает, да ей нафиг это не надо, она не пойдет, да неправда тоже, никогда не решайте. У нас очень много женщин, девушек, которые хотят самореализации, не хотят сидеть у мужа на шее, да, хотят заняться чем-то, да даже просто хобби для них это может быть интересно просто, а потом она уже что-то серьезное, да, выльется, да просто для себя покупает любимой косметику, краску для волос, там, я не знаю, и потом сказать, вот мой дорогой, я сама на себя заработала, да, или там вы скажете, что у нее есть наемная работа, капец, она на двух работах, работать она не пойдет, но тоже, да, у нас есть девчонки, которые совмещают и две работы, там, и три работы, или там одну, но зато он там график такой тугой-тугой, но все равно, если им хочется, да, вы же не знаете, какие у него цели, какая у него мечта, может она в ипотеке в своей уже погрязла так, что, что мама не горюй, и вы вот этот шанс дадите, да, закрыть ипотеку, вот, поэтому ни за кого никогда не решаем, мы не можем человеку в голову залезть и узнать, что у него в жизни творится, и что ему хочется в этой жизни. Как вот теплый круг рулит? Это да, смотрим вебинары по теплому рынку обязательно, да, чтобы понять, как рекрутировать, то есть у нас есть каналы по теплому рынку в Телеграме, ну, очень много, и шаблонов очень много, поэтому Телеграм устанавливайте обязательно. Список знакомых на бумажечке пишите, каждый день новые знакомства, и новых людей вносим в список. Это очень тяжело, я тоже не сразу, не могу вот так вот список знакомых писать, но знаете, как я решила эту проблему? Я купила себе обалденный, обалденный записной книжкой, она красивущая такая вся, в цветочках, с блестками, и вот прям я когда беру вот этот блокнот, я прям туда записываю, мне прям нравится. Вот возьмите для себя такой же ежедневник, какой-нибудь крутецкий, и записывайте, а лучше закажите в Арифлейм, у нас вот многие заказывают, там не было успеха, и все, все перед глазами очень удобно, пишите туда всех своих знакомых, порядочку этот список отрабатывайте. И естественно учим приглашать, учимся приглашать, рассказывать про возможности компании Арифлейм, Арифлейм, то есть сеем семя сетевого бизнеса в головах своих знакомых, сеем, 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 и когда-нибудь они созреют, либо сразу, либо через месяц, либо через полгода, но нам нужно сказать всем и рассказать, чем мы занимаемся, да, какой деятельностью вы начали заниматься. Можно закрыто и открыто приглашать, то есть это можно голосом, то есть сейчас, ну, когда возьмем контакт, да, голосом или ватсапе, вайбере, голосом мы зовем, так лучше, так как-то теплее, так как живое общение, также по телефону, да, если это теплый, перепиской, есть шаблоны, шаблонов очень много, также в наших группах, в темах смотрите, и каналов очень много, вы только скажите, мы сразу все каналы вам дадим, все покажем и видите, и посмотрите, все шаблоны, конечно же лучше без шаблонов, особенно с теплым рынком, ну и в принципе и с холодным, но какому-то шаблону придерживаться, почему нет? Да, первое сообщение голосом не стоит отправлять, потому что не факт, что прослушают, вот, обязательно, ну, я как делаю, первое сообщение словами, потом спрашиваю, вы, вам удобно прослушать аудиосообщение, если человек говорит, да, удобно, ну, и говорю, почему, да, я говорю, давайте, вам удобно прослушать аудиосообщение, так будет быстрее, вам будет более понятно, вы прослушаете, человек говорит, как правило, да, прослушаю, и уже потом начинаешь аудиосообщение наговаривать, Ну, у меня было мало людей, которые бы сказали, нет, я не буду вас слушать, вот, но первое сообщение лучше текста, вот, либо приглашаем на спонсора, да, допустим, там, я начала свой бизнес в сетевой компании, они сама пока ничего там не понимают, да, ну, мой там, вы же стоящий менеджер, там, директор, тебе все расскажет, и покажет, давай, я тебе дам твои контакты, она с тобой свяжется, ну, вроде такого текста, да, ну, и либо сразу на себя, это будет круто, если вы возьмете сразу на себя инициативу и начнете рекрутировать сами, да, если какое-то возражение поступило, стучите сразу в чат и говорите, что ответить, нужно обязательно, потому что, если вы сами не знаете, что ответить, лучше спросите в чате, чтобы человек, который на том проводе, и он думал, что вы спец, да, вы спец в своем, в своем деле, вот, и это круто, и не бойтесь ошибаться, не бойтесь, что вам откажут, это ваш опыт, это ваш опыт, и можете даже вот сразу на себя звать, так даже лучше может быть, теплый круг на вас все-таки лучше пойдет, чем на вашего там спонсора или еще там директора, да, учимся проводить как короткую презентацию в виде собеседования, ну, особо там не углубляясь в какие-то там маркетинг-план, построение ветки там, да, как что, и учимся, конечно, далее уже полную презентацию бизнеса рассказывать, вот, такие моменты, пытаясь быстро, блин, и обязательно, как только вы выходите на теплый рынок, вам нужно подготовить стену, подготовить свою страничку ВКонтакте, как правило, все-таки мы рекрутируем по теплому рынку через социальные сети, поэтому убираем все ненужное со своей стены, убираем рецепты, убираем демотиваторы, мотиваторы всякие, я не знаю, там, ну, всякие вот эти девчачьи непонятные посты, которые никому не нужны, по-моему, они даже и вам не нужны, не знаю, для чего вообще это все выставляется, это никому не надо, вот, убираем это все честим, и начинаем постить правильные посты, это личные фото, фото семьи, детей, животных, дом, цветы, ну, допустим, да, и все, что связано с вашей деятельностью, с компанией, здесь буквально вот маленечко темы, да, такие, как создается продукт, фото с фабрики, лаборатории, научно-исследовательский центр, да, достижение команды показывать, показывать, что в вашей команде нужно быть, наша команда, она быстрорастущая, можете взять рамки своей команды, своей структуры, можете взять рамки параллельных структур, можете взять больше, экспресс-карьеры, правильно, никто не запрещает, экспресс-карьеры, это наша большая команда, рекомендации интересных и полезных книг, перехватывайте горячие новости, используйте их, да, адаптируя под ваш бизнес, ну, например, скоро в Сбербанке нафиг всех поувольняют, потому что будут внедряться роботы, и будут роботы вместо работников банка работать, вот вам, пожалуйста, адаптируйте под нашу работу, что здесь никого не сократят, здесь вакантных мест куча, а вот государство скоро всех посокращает, ну, что-то в этом роде. Вот, публикуйте рейтинги команд, ну, у нас, да, есть Королева ЛТО, там, Аппо Велнос Продукции, ну, вот такие вот по итогам каталога, это вот внутри команды, есть у нас еще рейтинги, вот, топ 100, там, да, по, вообще по Reflame, то есть вот такие вот тоже, чтобы масштабы видели, а также вы можете пригласить на тренинги, да, это у нас вот сейчас вот школа Велнос будет, также на стену выложите, рассказать, показать предыдущие потоки, да, результаты предыдущих потоков, ну, то есть смотрите, учитесь у своих спонсоров и вышестоящих, у них на стене очень много всего интересного, посмотрите, можете это взять, под себя чуть-чуть переделать и все, люди должны видеть, чем вы занимаетесь, если у вас на стене непонятно, что опубликовано, непонятно, какая у вас фотография, и вы тут такая, я занимаюсь бизнесом в сетевой компании, а смотришь на вашу страничку и не понимаешь вообще, ты сетевой, ты бизнес там леди будущая, да, или ты кто, или ты стряпаешь сырники, ну, то есть непонятно, я бы не пошла к такому человеку, вот, далее, список знакомых, да, опять-таки, выявляем тех, кто открыт новым возможностям, ну, естественно, если человек там в депрессии, значит, у него статус там вообще, ну, какой-то типа идите все нафиг, мне плохо, да, ну, мы не будем к нему лезть, и как бы, ну, зачем, делать себе плохо, в первую очередь себе настроение портить, потому что там будут такие возражения, мам, не горюй, вот, рассказываем про себя, говорим про систему работы, да, много людей, то есть практически идут на людей, сейчас все очень умные, и сейчас выбирают себе спонсора, да, все очень умные, выбирают себе команду, выбирают себе спонсора, поэтому вы должны показать, что нужно идти именно к вам, вот, рассказываем про себя, говорим про систему работы, можно сразу не приглашать, а зацепить, заинтересовать, да, заинтриговать, вот, то есть, ну, таким методом, просто рассказать о себе, чем ты занимаешься, а потом вас спросить, а ты чем занимаешься, у тебя что там нового, да, не звать сразу, просто рассказать про себя, вот, можно, берем, так, берем контакты, можем, ну, как, в общем, здесь вот, методом рекомендации, да, то есть, мы обращаемся к человеку, берем рекомендации, его не зовем, да, а берем через него рекомендации, это опять-таки, как интрига идет, да, сейчас я вам шаблон и дальше покажу, да, теплый за нами наблюдают еще как, вот, допустим, Настя, привет, у меня к тебе вопрос, я начала в интернете работать, занимаюсь развитием интернет-магазина, может, у тебя есть кто знакомый, кто смог бы бесплатно обучиться и начать работу в интернете, буду благодарна, если накидаешь парочку контактов, то есть, здесь мы не зовем человека, а просим у него контакты, ну, тем самым мы его интригуем, вот, там, здравствуйте, Наталья, а, ну, вот, да, допустим, вы ему говорите, он вам либо говорит, у меня нет контактов, там, или еще что-то, либо дает контакты, а в большинстве случаев он спрашивает, а что за работа, мне расскажи, и вы начинаете ему говорить, рассказывать, и если вам дали все-таки, да, контакты, вы пишете, здравствуйте, Наталья, я звоню вам, ну, либо пишу вам по рекомендации нашей общей знакомой Ирины, она вас порекомендовала, как активного человека, открытого к новому возможности, у меня есть к вам предложение, вернее, два, ну, и поехали рассказывать, да, вот таким вот образом зовем не зовя, то есть, пишем своему теплому контакту, просим у него рекомендации, тем самым мы его внимание зацепляем, и плюс ко всему, даже если он у вас не спросит, а расскажи мне, или если даже он не даст вам эти контакты, которые у него просили, все, считайте, вы под его прицелом, он теперь будет до конца вас смотреть и вашу стену читать, он будет за вами наблюдать, а чтобы было зачем наблюдать, нужно красиво все на стеночке, красивенько делать, да, размещать посты, далее, ну, или вот здесь вот так же, добрый день, Ирина, мне нужен твой совет, порекомендую, к кому я могу обратиться, я ищу девушку, студентку, молодую маму, приятного общения, позитивную, активную, которой нужен дополнительный доход с частичной занятостью, мне требуется такой человек для работы, административного характера, буду очень признательна за твою рекомендацию, ну, либо вот такой шаблончик, если там, допустим, вы презентовали, вам там отказали, например, там, ты, вы уже там все возможные возражения отработали, типа, я, это лохотрон, у меня нет времени, у меня там сын, там, вложения, еще что-то, все это вы отработали, и точно уже нет, предлагайте демо-версию, там, я понимаю сомнения, прочее, может быть, я через это проходила, да, тратата, предлагаю вам демо-версию бизнеса, да, то есть предлагаем зарегистрироваться, посмотреть все изнутри, либо, как я приглашаю, я говорю, что давайте мы регистрируем вам личный кабинет, без всяких обязанностей, обязательств, я вам даю первую презентацию, первое обучение, вы смотрите и говорите мне, да, это ваше, мы продолжаем обучаться, нет, это не мое, как бы мы расходимся, в большинстве случаев люди соглашаются на такое, вот, если уж там и на демо-версию, предлагаем дисконт, у нас есть 20% скидка для партнеров, значит, предлагаем участие в акциях, розыгрышах, распродажах, скидке, все самое вкусное для партнеров, предлагаем зарегистрировать дисконт, если уж на дисконт не идет, предлагаем бьюти-чат, вот, зовем бьюти-чат, рассказываем, что у нас там в бьюти-чате, да, творится, о чем мы там общаемся, что показываем, о чем говорим, вот, и зовем бьюти-чат, вот, у нас очень много предложений для партнера, не отпускайте никогда, кандидата, вот, просто он сказал нет и все, у вас еще 2-3 предложения как минимум, это демо-версия, это 20% скидка дисконт, и это бьюти-чат, никогда не забывайте, не отпускайте просто так, вот, нет, это значит не сейчас, да, для нас нету слова нет, значит не сейчас, значит еще человек не готов, возвращаемся к своим знакомым с любым поводом, допустим, да, вы уже отрекрутировали его, не согласился, а потом что-то происходит в команде, и вы опять к нему возвращаетесь, говорите, я начинаю новую команду, зову тебя к себе, там, вторую веточку, да, ну, если человек более-менее понимает, или началась квалификация в Сидней, или началась квалификация на новую менеджерскую конференцию, пошли давай вместе, или, ой, у нас общий знакомый уже в команде, давай ты с нами, я уже зарегистрировала Аньку, нашу подружку, давай ты с нами, я уже в новой квалификации, есть первый доход, премия и так далее, пойдем ко мне в команду, ой, не могу снова тебя не позвать, знаю твой потенциал и твои возможности, а у нас тут такое, творится БМВ, там, например, да, разыгрывают, пошли, вдруг, вдруг тебе повезет, да, и так далее. Проходимся по знакомым при каждом домном случае. Обязательно качаем личный бренд социальной сети, сеем семя в головах ваших знакомых, как я говорила, да, именно вашими постами. А статусы в день, один-два статуса в день, ну, это тут я имею в виду больше посты, 30 диалогов со знакомыми и незнакомыми, по холодному рынку тоже старайтесь, да, пробовать себя, презентации, беседования, диалоги, то есть по-любому, ну, не 8 точно в день, ну, точно, 8 не выстрелит, и 10 не выстрелит, ну, как минимум 30, не спамим, не спамим, да, если в друзьях у вас нету этого человека, а вы знакомы, ну, хотя бы постучите к нему в друзьях, да, мы не будем писать и заниматься спамом, если у вас этого человека нет в друзьях. Добавляем друзей друзей и наших друзей, ну, то есть ищем, ну, просто какое-то время себе выделите, например, перед сном пробежаться в друзьях своего друга и постучаться к его друзьям, потому что они добавятся, потому что вы в общих, да, в общих знакомых в списках есть, и создаем активность, создаем входящий поток к вам на страницу, вот, лайкаем, ну, вот, знаете, можете вы там, ну, в течение дня вам некогда лайкать, некогда в друзьях, ну, вот, лягте вы перед сном, откройте свои контакты, походите, полайкайте, по друзьям, друзьям полайкайте, да, ну, что-то привлекайте к себе внимание, и просто так сидеть и ничего не делать, естественно, рек не будет, да, с неба там падать не будет, надо хоть какие-то элементарные вещи сделать, вот, какие фишки на фокус на активных по жизни, да, ну, вот, как это объяснить, вы же своих знакомых видите, вот, которые активные, такие, прямо, зажигалочки, девчоночки, да, там, что-то где-то постоянно ходят, там, ну, не книжки читают дома, там, да, например, или там совсем, которые там молчат, ни с кем не разговаривают, выбирайте там, берите фокус на активных по жизни людей, никого не уговариваем, не тянем, мы работодатели, мы корону себе на голову одеваем и даем работу, даем вакансию, уговаривать никого не нужно, не тянуть, обязательно все контакты сохраняйте в друзьях, сохраняйте всех людей, если они не удалились, да, сами не удаляйте, друзья, потому что за вами будут наблюдать, потом сами будут проситься к вам, мне до сих пор просятся, даже уже зарегистрированные в компании Reflame, другие команды, они просто мне пишут и говорят, я хочу к тебе, возьми меня к себе, ну, никак. У вас должны быть полезные ссылки, плейлист с рекрутингами, роликами, вебинарами стиль жизни, то есть подготовьте для рекрутирования несколько роликов по презентации бизнеса, где-нибудь по 15 минут, допустим, да, там, допустим, Ландыш Зарипова недавно я вкидала в чаты, очень классная и очень, ну, доступная презентация, подготовьте, пусть она у вас будет под рукой, вы будете спокойно во время диалога можете предложить посмотреть этот ролик, показывайте результаты команды, показывайте скрины объемных скидок, показывайте скрины из расчетных счетов ваших вышестоящих, да, обязательно это нужно показывать, чтобы люди видели, что это все правда, и интригуем, не приглашая напрямую, ну, то есть вот это прикольная фишка, да, не приглашать, приглашая, не приглашать, то есть вот просить рекомендации, да, человек просто начнет, почему он меня не зовет там, а я тоже хочу, пусть мне расскажет, то есть выявляем уровень заинтересованности человека работой, сразу всю систему объяснять не нужно, даем минимум информации, углубляемся в маркетинг план, это человеку вообще не надо, просто говорим, что нужно делать, вот, и за что платят, и опять я говорила, для эффективного провождения времени, одновременно нужно вести более 10 диалогов, более 10, потому что диалоги, они могут растянуться на неделю, а вам нужно параллельно хотя бы диалогов 10 вести, тогда будет выхлоп, тогда будут регистрации, будет из чего, из какой массы, да, нужно создать эту массу диалогов, чтобы оттуда были регистрации, 5, 8, 10 пригласила за два каталога, ну, это, естественно, нет, не будет рег. Всегда нужно, а, не вестись на провокационный вопрос или подколки, вести свою линию разговора, обязательно гнуть свою тему, гнуть свою позицию, ну, как Анна Черна говорила, да, не хамим, не спорим, всегда обращаемся по имени, всегда люди любят, когда к ним обращаются по имени, самое ласковое, самое приятное слово, это их имя, вот, никогда не хамим, не спорим, не портим отношения со своими знакомыми, не психуем, не говорим, ну, делай, что хочешь, не хочешь, не надо, да, не ссорьтесь, не надо, люди через 3-5 месяцев, может, к вам прийти, сказать, давай попробую, всегда оставляйте открытую дверь и соблюдаем безопасность, да, без спама, то есть, опять-таки, говорю, что, если в друзьях нет человека, не спамьте, лучше постучитесь и подождите, пока он пригласит вас, либо, когда вы начали вдруг диалог, скажи, добавь в меня, друзья, да, и одно и то же, одни и те же тексты не кидайте, это тоже, ну, шаблонами, если вы общаетесь, тоже получается, как спам, ну, то есть, модераторы могут вас заблокировать, меняйте всегда свои шаблоны, после отказа всегда будут соглашения, в нашем бизнесе нет слова нет, есть слово когда, нет, это наша работа, да, это наша зарплата, после отказа всегда идут соглашения, если вы массово рекрутируете, соглашения будут всегда, регистрации будут всегда, как правильно говорит Черна, ты еще отказов собери, ты будешь директором, это факт, это уже проверено на протяжении 8 лет существования экспресс-карьеры, возьмите это себе на заметку и помните об этом, вы не единственный человек, которому отказывают, а вы вспомните о том, что директорам, старшим директорам и так далее тоже отказывали, не может быть такого, что они стали директорами и все, все, вот вся их структура, прям сразу с первого раза согласились, и как будто бы они отказа ни разу не получали, нет, это неправда, все проходят через это, поэтому нет, это наша работа, это наш опыт, это отработка возражений, мы учимся, да, общаться, вести диалоги и собеседования, а да, это наша зарплата, то есть да, это наши будущие ключевые партнеры. Отказы, это нормально, понимайте, что не каждый будет говорить да, с приобретением опыта статистика будет улучшаться у вас, будет больше и больше регистраций, команда будет расти, сегодня 20 человек скажут нет, и через полгода из них же 5 скажут да, поэтому я говорю, что оставляйте дверь всегда открытой, все будет, да, люди созреют и они придут к вам, в любом случае. Нужно знать и видеть конечную цель, какая ваша цель, это организовать свою команду, создать партнерско-потребительскую сеть, не обязательно, да, это все люди будут бизнес-партнерами, кто-то будет просто лояльным покупателем, тот, кто пришел на дисконт, таких очень много, такая, это вот 50 на 50 реально. Ваша цель стать лидером компании Reflame, это открыть как минимум квалификацию директора и иметь в своей команде 20-30 ключевых партнеров, вот это вот ваша цель, поэтому эти все цели будут достигнуты только при ежедневном систематичном рекрутинге. И, естественно, нужно будет своих партнеров также научить пройти ваш путь 1, 2, 3, также организовать команду, стать, создать партнерско-потребительскую сеть и стать директором. И сами вы должны научиться создавать массовый рекрутинг, массовый, пробуйте и теплый, и холодный. Вот, допустим, я сейчас работаю по рекомендациям команды и по холодному, еще у меня 3 странички рабочие, я плюс еще рекрутирую по холодному, и рекомендации, то есть по теплому. Нужно будет также научиться запускать новичка сначала совместно с вашим спонсором, с вашим высшестоящим менеджером, либо директором запускать новичка, затем вы уже сами научитесь. Нужно научиться выявлять ключевых партнеров, по тем пунктам, которые я называла ранее. Нужно научиться делегировать, то есть все, когда у вас уже будет большая команда, вы не сможете все делать за всех. Нужно обязательно делегировать, там дежурство в чатах, например, либо инфолист, да, работа с информационным листом, со спящими, с терминаторами, это все нужно делегировать. Во-первых, одному все не потянуть, во-вторых, ваши ключевые партнеры также будут набираться опыта, когда на нем есть какие-то обязанности. Но это дисциплина все-таки, да. Дисциплина нужна, потому что все-таки мы тут сами себе, да, начальники, и очень трудно выработать вот эту вот самодисциплину. И как раз-таки делегирование, оно очень помогает в этом плане. Вот, сопровождать нужно научиться, да, человек, сопроводить человека грамотно. И фокус на ключевых, научить их создать массовый рекрутинг, и опять 2, 3, 4, 5, вот эти все пункты, вот и все. Научить ключевых делать то, что вы делаете сами. Научить сам, научить и партнера, научи партнера научить своего партнера. Вот так вот. То есть ежедневные действия, да, система. Сколько у вас рабочих страниц, да, задайте себе вопрос. Сколько диалогов у вас в день, сколько собеседований вы в день провели. Вот когда вы говорите своему спонсору, говорите, у меня нет регистрации, ко мне никто не идет. Вот вы подумайте, сколько диалогов вы в день проводите, сколько собеседований у вас проведено, сколько у вас рабочих страничек. Не обязательно создавать ВКонтакте 10 страничек. Можно и вести по-теплому работать ВКонтакте, в Инстаграм и в Одноклассниках. Например, это уже, считайте, 3 рабочих странички. Планку нужно держать и стремиться к ней. Это одна регистрация в день. Постараться вести таблицу учета действий, результат, то есть какие-то, может быть, планы, день писать, да, вот такое вот. И корректировать свои действия каждые 3 недели. Например, вы работаете с теплым кругом, просите рекомендации, 3 недели поработали, у вас что-то как-то не пошло. Следующие 3 недели пошли по холодному, прошлись, да, создали странички, там 2-3, и посмотрели вебинар, как работать с холодным рынком, и пошли 3 недели тестить новый метод. В итоге, да, самый эффективный метод живое общение, рекрутируем массово холодный рынок, собираем нет, тысячу нет, тысячу отказов, да, регистрируем, смотрим вебинар сопровождения новичков после регистрации, изучаем технические регистрации, да, то есть первую регистрацию со спонсором проводим, чтобы научиться, держим в голове цель зачем, зачем вы рекрутируете, ваша цель минимум, это уровень директора, так вот эту цель вы держите, чтобы вы понимали, для чего вы рекрутируете, для чего приглашаете. Обязательно пробуйте теплый рынок, смотрите записи вебинаров, смотрите каналы в телеграм, по работе с теплым рынком, и учимся сопровождать команду. Самая большая трудность, да, это преодоление мнения общества, поэтому я и говорю, что нужно одеть броню вокруг вас, все знают, что такое сетевой бизнес, все знают, куда вы попали, все все знают, кроме вас, вы такое глупое и ничего не понимаете, так вот надевайте броню, никого не слушайте, идите дальше, вы-то знаете, да, куда вы попали, вы-то уже разобрались, вот, и вы поймете, что таких, как вы, как мы, да, с вами, всего 10% из 100, как раз-таки эти 10% это ваши ключевые партнеры, с которыми вы вместе дойдете до тех целей, которые вы себе поставите, и всегда помните о том, что Москва не сразу строилась, да, вот даже с какой попытки ребенок начинает ходить, но явно не с первой, ни со второй, ни с третьей, да, но с пятой, с седьмой попытки он начинает ходить, он падает, встает дальше, он не говорит, что, ах, я упал, наверное, больше не пойду, это не мое, я не пойду, не буду ходить, буду всегда ползать, и у вас не должно быть такого, ой, мне там 3 человека отказало, наверное, это не мое, у ребенка есть цель пойти и бегать, свое удовольствие, играть в футбол, да, потом, а также у вас цель есть заработать деньги, не останавливаться, да, продолжать работать, несмотря ни на что, если тяжело, значит, идет рост, ну вот реально, иногда бывает так тяжело, и потом, когда вот это вот вы переборите, как раз таки идет, резко рост, да, резко начинает динамика расти, вся команда будет полным отражением вас самих, хотите, чтобы шел товарооборот, начните пользоваться сами, то есть если вы не будете организовывать свой личный товарооборот, никто не будет, ну команда также не будет делать это, то есть они смотрят на вас, хотите, чтобы команда активничала, да, начните сами активничать, в чатах, например, да, если вы хотите, чтобы ваши ключевые партнеры работали, да, какие-то идеи внедряли, что-то, какую-то информацию давали, то пожалуйста активничайте, начните с себя, если хотите, чтобы ваша команда рекрутировала, рекрутируйте вы, показывайте на своем примере, и вот такое задание, да, под конец, так, в конце вебинара, вам разместите получить заказ, если вы, спасибо, разместите заказ, и получите заказ, если вы еще не активировали свой личный кабинет, и между прочим, да, вот некоторые говорят, вот подо мной не делают 150 баллов, там, допустим, команда, почему, а вы подумайте сами, там, да, делаете ли вы 150 баллов бонуса, вот, почему-то они не регистрируют, да, ну, а посмотрите, вы сами рекрутируете или нет, то есть, все от вас идет, вот, оформите, вот первое задание, да, если вы еще не активировали свой личный кабинет заказом, разместите заказ и получите свой заказ, тем самым вы покажете своему менеджеру, спонсору, директору и компании, да, чтобы компания вас не удалила из базы, что вы пришли с пониманием, с целью, что вы не просто повисеть в базе, повисеть в чатах пришли, а вы хотите работать, с вами спонсор сразу же начнет работать, как с активным партнером, да, компания вас не удалит из базы, вы ознакомитесь с личным кабинетом, начнете ознакомиться с продукцией, вот, и уже первое, один из китов выполнения ЛТО, да, у вас уже будет галочка стоять, далее оформите страницу, оформите страницу, почистите свою стену, и начните постить, посты, если не знаете, что писать, смотрите своих директоров, и своих старших менеджеров, и ваших стоящих менеджеров, что они пишут, приглашайте в проект, рассказывайте о возможностях каждый день, минимум 20 новым, людям, 20 новых диалогов у вас должно быть, не сидите, не ждите, когда вам сами напишут, пишите сами, вот, и посещайте обучение, это по-любому нужно, без обучения никак, то есть некоторые говорят, что я, у меня не идет рекорд, у меня ничего не получается, но при этом ни разу не посмотрели ни шаблоны, ни примеры диалогов, не посетили никакие каналы в телеграме, не посмотрели вебинары, если вам не дают вебинары, забейте в ютюбе, посмотрите, просто набейте в ютюбе, там, я не знаю, рекорд по теплому кругу, рефлейм, все, миллион просто вебинаров, выйдет с разными спикерами, посмотрите, и начинайте внедрять, вот, времени уже много, последнее, да, у нас вот, вам в помощь в рекрутинг, к рекрутингу, да, в рекрутинге, Анна Черна, наш основатель команды, да, нашей, дарит всем активным партнерам рекрутинговый сайт в подарок, при личных 150 баллов бонуса, если вы сделали свои первые 150 баллов бонуса в течение каталога, то вам в подарок личный профессиональный сайт от основателя команды, Анечки Черна, то есть, вот, уже сегодня, уже за этот каталог, очень много людей, которые выполнили уже условия 150 баллов бонуса, могут уже подать заявку для того, чтобы получить этот рекрутинговый сайт, пример сайта я в чат кину, и заявку подавайте, да, вышестоящим директорам, и Рузеле, Динария, Индире и мне, нужно только фамилия, имя, отчество на английском языке, и гугл почту, если гугл почты нету, ну создайте, да, если уж это такое условие, я думаю, это не трудно, и обязательно скрин, или фото оплаченного заказа, на 150 баллов бонуса, и вообще этим сайтом очень удобно пользоваться, вы можете давать этот сайт на ознакомление своим кандидатам, он может там же зарегистрироваться, подать заявку, и вам заявочка придет вот на эту вот гугл почту, да, данные, вы можете к каждому посту прикреплять этот рекрутинговый сайт, к каждому посту, и люди могут туда заходить смотреть, вы можете в инстаграме, да, в комментариях этот пост, этот сайт писать, в описании профиля этот сайт вставить, то есть везде, везде можете распространять, и у меня много раз было, что приходили регистрации именно с рекрутингового сайта, и вы даже не знаете, кто это просто, а потом спрашиваешь, и говоришь, спрашиваешь, откуда вы меня нашли, говорят, что зашли на страничку через друзей, 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 а там сайт, я зашел, посмотрел и подал заявку, вот и все, бесплатно, обратите внимание, этот сайт в подарок, за то, что вы разместили заказ на 150 баллов бонуса, помыли себя и свое окружение, получили объемную скидку, свой доход, получили кэшбэк по премьер-клубу, да, получили море удовольствия от пользователя, продукции, вы за это еще получаете сайт, в свое личное пользование, уложилось вроде бы как в час, кто досидел до конца вебинара, все молодцы, следующий вебинар от меня, это работа с холодным рынком, в сети ВКонтакте, не за что, девчонки, а вот, сейчас скину под чатом, да, сейчас остановлю запись, кэшбэк,